Здравствуйте, с вами Александр Иванек и проект Hotline Video. Сегодня я расскажу вам о первом мобильном телефоне с возможностью съемки объемных фото и видео и отображения снятого материала на 4,3-дюймовом стереоскопическом экране LG Optimus 3D. Это первый мобильный телефон компании LG Electronics с экраном 4,3-дюйма с разрешением 800 на 480 точек. Показатели яркости дисплея 320 и 3 кандела на квадратный метр. Ближе к концу года появится 4,5-дюймовый HD-экран. Если же сравнивать размеры Optimus 3D с Optimus 2X, последний выглядит и ощущается более компактным, если так можно выразиться о довольно немаленьком устройстве. Если не брать во внимание толщину, по своим габаритам LG P920 ближе к Samsung Galaxy R или Samsung Galaxy S2. Вся лицевая панель, за исключением полосок из пластика в ее нижней и верхних частях, защищена закаленным стеклом. Тыльная часть смартфона, она же крышка, прикрывающая аккумулятор, выполнена из приятного на ощупь пластика с софт-тач напалением. Заподозрить LG Optimus 3D в способности снимать объемный контент можно только глядя на металлическую вставку с двумя прорезями под объективы камеры. Между ними расположена светодиодная вспышка, а слева от них декоративная прорезь динамика с маленькой выпуклостью, как в смартфонах Samsung. Под крышкой размещается аккумулятор 1500 мАч, слот для сим-карты и карт памяти microSD. Остальные разъемы, за исключением 3,5 мм на верхнем торце, прикрыты пластиковыми заглушками. Здесь вы видите microUSB и microHDMI разъемы. MicroHDMI версии 1.4 для передачи трехмерной картинки на соответствующее устройство. Разговорный микрофон традиционно размещен на нижнем торце, а микрофон для шумоподавления при разговоре на верхнем. В целом LG Optimus 3D оставляет впечатление качественного продукта, а сборка выглядит более надежно, чем у большинства. Но при сильном сдавливании телефон все же скрипит. LG P920 работает под управлением Android Freya и фирменного интерфейса Optimus UI 2.0. Несмотря на то, что он, как и LG P970, работает на последней редакции Optimus UI, между ними есть отличия. Добавлены несколько новых приложений и виджетов. Это менеджер приложений, финансы, сегодня, в котором собраны сразу несколько виджетов и что нового, где отображается информация о звонках и сообщениях. В меню настроек дисплея добавился пункт всплывающие предупреждения, сигнализирующие о том, что вашим глазам, если ваше физическое самочувствие ухудшилось, нужен отдых. К слову, у меня максимальное время просмотра трехмерного изображения длилось 1 час при просмотре видеофильма. Если правильно держать телефон, глаза не будут так быстро уставать, но если постоянно двигаться, из-за чего глазам приходится искать оптимальное положение, быстрая усталость гарантирована. Но главное, на что обращаешь внимание сразу, это раздел 3D. Он включает в себя игры, галерею, доступ к YouTube 3D, камере и инструкция по использованию всеми этими функциями. Инструкция описывает все нюансы работы с объемным изображением, как его получить, просматривать, передавать и тому подобное. Помимо всего прочего, переработан и браузер. Теперь в нем постоянно присутствует статусная строка, изменилось и меню просмотра запущенных окон. Теперь их просмотр более наглядный и приятный. Браузер поддерживает флэш. Кроме браузера, хотелось бы в двух словах остановиться на YouTube 3D, запущенным совместно с выходом этого смартфона. В этом сервисе собраны исключительно трехмерные ролики. Сюда же загружается и все, что снято в трехмерном режиме с самим телефоном. Стоит отметить, что в новом сервисе Google уже достаточно большое количество роликов. Так что нехватки в контенте владельцы Optimus 3D чувствовать не должны. Спартфон LG Optimus 3D построен на платформе TI OMAP 4430, которая включает в себя двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц и графический ускоритель PowerVR SJX 540. Optimus оснащен 512 мегабайтами оперативной памяти и 8 гигабайтами для пользовательских данных. На данный момент такую связку используют лишь несколько устройств. А главная причина, почему LG остановили свой выбор на такой связке, более высокая по сравнению с аналогами, производительность трехмерной графики, что можно увидеть на результатах тестов с NVIDIA Tegra 2. Кроме того, PowerVR более всеяден к форматам видео, позволяя Optimus 3D без проблем проигрывать mkv файлы с разрешением 720p и при этом расходовать меньше энергии, чем тот же LG Optimus 2X, который за полуторачасовой ролик расходует около 45% заряда, в то время как Optimus 3D при минимальном уровне подсветки и включенной синхронизации по Wi-Fi в 40% за 2 часа. Правда, если включить режим 3D, то за это же время уйдет более 70% заряда. Для тестирования использовался mkv файл с разрешением 1280 на 720 точек и продолжительностью 2 часа и 5 минут. Основное, на чем акцентируют внимание в Optimus 3D, это, конечно же, работа с трехмерным изображением. Для этого в телефоне предусмотрены два 5-мегапиксельных модуля камеры и автостереоскопический дисплей. Объективы камеры размещены на расстоянии 2,4 мм друг от друга. Этого, конечно, недостаточно для достижения максимального эффекта объемности во время съемки, поскольку принято считать оптимальным 6,4 мм. Тем не менее, при просмотре на мониторе или телевизоре с поддержкой 3D, одновременная запись видео двумя камерами демонстрирует вполне приемлемые результаты. Объемное видео записывается в формате MPEG-4 с разрешением 1280 на 720 точек при 30 кадрах в секунду. Обычное видео Optimus 3D записывается аналогичной частотой, но в Full HD разрешении. Качество Full HD видео ниже, чем у конкурентов. Картинка не такая четкая, как ожидаешь. Зато во время записи, как и в Samsung Galaxy S2 и HTC Sensation, работает автофокус. Кроме видео, телефон способен снимать объемные фотографии в формате JPS. Качество снимков тоже нельзя назвать хорошим, оно удовлетворительное. Если вы не успели включить режим 3D при записи видео или съемке фотографий, исправить ситуацию можно клавишей на правом боку смартфона. При нажатии этой клавиши телефон переводит экран в автостереоскопический режим. При просмотре объемного видео или конвертации обычного в 3D, его размер сжимается по краям. Это происходит из-за того, что телефон разделяет видео вертикальными черезстрочными полосами на две ровные части, после чего меняется их угол по отношению друг к другу. В телефоне предустановлено несколько трехмерных игр. Для каждой игры присутствует демонстрация геймплея. Сказать что-то особенное о трехмерных играх нельзя. Лично мне было бы интереснее увидеть Angry Birds в объеме, нежели Golf или Nova. Однозначно понятно одно. Телефон без проблем справляется с любыми тяжелыми играми. Так что проблем с выбором быть не должно. Смартфон LG Optimus 3D можно назвать уникальным. На момент выхода его стоимость будет ниже, чем LG Optimus 2X при выходе и меньше, чем ожидаемая новинка от HTC. Говорить о полезности 3D сложно, ведь смотреть на объемное изображение на экране телефона не самое приятное удовольствие. Другое дело, что на данный момент LG P920 является одним из самых производительных устройств на рынке, лишь немногим уступая Samsung Galaxy S2. На стороне Optimus 3D находятся качественные материалы, хороший экран и относительно невысокая стоимость. Ну а выбор остается только за вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...